Тревожный звонок поступает на станцию по борьбе с болезнями животных. Смерть двух трехмесячных поросят крайне обеспокоила их хозяина. Вдобавок, неподалеку от леса был обнаружен труб кабана. С этого начались учения по локализации и ликвидации условного очага африканской чумы свиней в селе Румянцево. Место действия выбрано не случайно. В 2019-м примерно так началась чума в хозяйствах Барышского и Кузоватовского районов. В первом было утилизировано 30 голов скота, во втором – 400. Этому заболеванию подвержены все виды и возрасты свиней. Болезнь относится к особо опасным заболеваниям. Болезнь не лечится. Этому заболеванию уже более 100 лет, но до сих пор вакцина не разработана. И средств лечения также не имеется. Животные отказываются от корма. У животных высокая температура тела. Со всеми вытекающими последствиями – жидкий стул, могут быть на коже кровоизлияния. Вирус крайне заразен. Его легко можно принести в свинарник на ботинках или одежде. Чаще всего заражение происходит от лесных кабанов. Африканская чума свиней убивает животное за пару дней. В случае возникновения чага заболевания – все по голове свиней. Радиус распространения болезни подлежит немедленному уничтожению. В течение 180 дней с этой территории запрещено вывозить животных, мясо, а также зерно и другие сельхозпродукты. На территории региона действует сразу несколько крупных свиноводческих комплексов. Если не проводить подобное мероприятие, не отслеживать численность иммиграции животных, то есть риск возникновения африканской чумы на территории региона. Впоследствии чего пострадать могут как мелкие подворья, так и крупные свинофермы. Главная задача специалистов – показать, как нужно действовать в подобной ситуации. В случае вспышки заболевания в подсобных хозяйствах сразу же принимаются меры. На месте биологической катастрофы сотрудники ветеринарной лаборатории берут пробу биоматериалов упавших животных для определения точного диагноза. Трупы поросят до 10 килограмм, отбираются полностью. Свыше 10 килограмм проводятся вскрытия и отбираются селезенка и лимфатические узлы. Оперативность решения наших вопросов имеет огромную роль. Потому что когда наша местная лаборатория, имея высокий статус, в течение двух или, как у меня же сотрудники говорят, пяти часов, дает уже полностью анализ, что это заболевание, позволяет нам в кратчайшие сроки его ликвидировать. При подтверждении африканской чумы сотрудники уничтожают оставшихся животных. Жечь придется все – трупы свиней, разобранные постройки. За собственное здоровье можно не переживать. Специалисты отмечают, что никакой опасности для человека вирус не несет, но тогда возникает проблема. Расставаться с мертвой скотиной хозяева не хотят, ведь можно же пустить на мясо. Но правило есть правило – отобрать всех зараженных свиней. Задача ребят – из группы отчуждения. Обязательно все мероприятия доносятся до них, то, что как установлено законом ветеринарии. И мероприятиями по борьбе с африканской чумой свиней. То есть доводятся до них мероприятия. После всех проведенных мероприятий выехать из зоны поражения можно только пройдя полную дезинфекцию. Обработают машину, уничтожат всю спецодежду. Предусмотреть все невозможно. Лучше быть готовым и отработать все действия до автоматизма. И надеяться, что регион опасный вирус в прессе будет обходить стороной.